Привет всем, кто смотрит мой канал и записываю я уже третий раз. Хочу поговорить с вами сегодня о таком продукте в макияже, как база под макияж и праймер. Один это продукт или два продукта. Очень много путаницы по поводу этого продукта. Это два разных продукта. Праймер направлен на цветовую коррекцию лица, а база идет на рельеф кожи, чтобы выровнять рельеф кожи и создать такую ровненькую основу для тонального крема. В основном праймеры идут цветовые, то есть они идут зеленые, фиолетовые, розовые, желтоватые. Это праймеры. Они направлены именно на цвет кожи, чтобы выровнять цвет кожи. Какие-то покраснения, какие-то пятнышки и тому подобное. База же идет на рельеф, то есть убираются поры, какие-то мелкие шрамики, следы после прыщей и тому подобное. Значит мы уже поняли, что праймеры, база это разные вещи. Есть такой продукт на рынке, где совмещаются эти два продукта, праймер и база. В бюджетной марке Rimmel здесь идет и праймер и база. Вот, то есть он и убирает цветовые недостатки какие-то на лице и выравнивает рельеф кожи. Именно вот этот вот продукт от марки Rimmel мне не нравится, но буду пробовать какие-то другие. Так как у меня в принципе цвет лица однородный, мне каких-то прям явных цветовых праймеров не надо, а вот базу я бы конечно приобрела какую-то хорошую. Вот, дальше, нужно ли их покупать? Я считаю, что да, недооценивать эти продукты не надо, потому что они свою работу делают, если это хороший продукт, качественный. И сейчас на постоянной основе я наношу, он скорее вот Миша, здесь хотя написано праймер опять-таки, но и написано блюринг, то есть он, ну хотя да, это праймер, но я не вижу, чтобы он лайнер блюринг, то есть он заблюривает вашу пигментацию, но я бы не сказала, что он прям убирает какой-то, выравнивает цвет лица, он больше как-то выравнивает рельеф, почему-то, не знаю, может производитель что-то перепутал, но вот как-то так. Вот сейчас она у меня на лице, и действительно тональная основа ложится на него ровнее, ровнее, и я не скажу, что дольше держится, просто нужно выбрать качественный продукт, это не самые лучшие продукты, да, я показываю. Поэтому покупать базы и праймеры, я считаю, что нужно, тем более, если вы визажист, и для работы это обязательный продукт. И на ежедневной основе тоже, чтобы крем уходовый оставался за, вот такой вот, скажем так, перекрывался и оставался на своем месте, а тональный крем не впитывался в кожу, а оставался на, опять-таки, на своем месте. Поэтому, да, эти продукты нужны в макияже, и на постоянной основе, я считаю, что тоже нужны. Поэтому присмотритесь, выберите для себя, для жирной кожи отдельные праймеры и базы идут для сухой кожи, для комбинированной. Все это сейчас на рынке есть выбор, огромный выбор, большой по ценовой категории можете выбрать, что хотите. Подешевле, среднее, дороже и по свойствам. Так что, и базы, кстати, под тенем. Вот много, даже визажисты, даже я, зачем ходить далеко, я не определяла такое огромное внимание базе под тенем. Но ошибалась, потому что база не может заместить, вернее, консилер или тональный крем не может заменить базу под тени. Потому что на базе тени выглядят ярче, тени держатся долго, не скатываются. Поэтому, опять-таки, база под тени тоже нужна. И не нужно ее замещать корректорами, консилерами, это не поможет. Так что, я считаю, что я объяснила доходчиво. Если возникли какие-то вопросы, задавайте мне под видео. И напишите, как думаете вы, как на вашем опыте это все происходит. Поэтому пишите, давайте общаться и обсуждать эту тему. Заходите на фейсбук Марина Мипаришвили, в инстаграм Мипаришвили1979. И давайте общаться, давайте обговаривать эти темы. Потому что очень много ошибок в макияже. Хотя сколько доступной информации, но очень много информации неправильной. Поэтому давайте обсуждать. И смотрите мое следующее видео. Напишите, какое вы хотите, какую тему вы хотите раскрыть. И если вам интересно, как я сделала вот такой вот макияж, дайте мне знать, я обязательно сниму. И до новых встреч, увидимся. Хороших вам макияжей. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok